Афанасий, бросим сети со сплетнями. Скажи мне, для чего Бог изображается колесом? Яков, сеть твой вопрос воняет афинейскими плетениями. Он начинает все, не начинается. Там есть начало. Не может быть началом ничто, если прежде того было что-либо. То одно есть истинное начало, что все предваряет и само ничем не предваряемо. Один только Бог есть родное начало, что все предваряет. Он все предваряет и после всего остается, чего ни о чем другом уже сказать не можно. Остатки младенцам. Покрою тебе Божие начало. Второзаконие. Вот кольцо и венец вечного, венчающего тебя милостью. Сие истинное начало образуется и всем тем, что походило на начало, например, главою. Мудрого очи его в глаглаве его. Тоже источником источник запечатлен. Коренем. Корень при мудрости кому открылся? Зерном. Семя есть Слово Божие. Востоком. Восток имя ему. Сердцем. Вода глубока. Свет в сердце мужа. Я сплю, и сердце мое бдит. Песнь песней. Деревом плодовитым. Древо жизни посреди рая. Устами. Не отемнели очи его. Не истелили уста его. Сюда принадлежат облако искра. Отец, мать и прочее. Афанасий. Для чего же с ее начала образуется змеем? Яков. Для того, что змеи в кольцо свивается. Притом, и острый взор имеет, как свидетельствует имя его, дракон. То есть, прозорливый. Значит, видящий. Будущий видеть. У ока есть правитель делу. Оно. Животным есть то, что солнце есть в мире. Что драгоценные камни в земле. Притом, змеи свивают такой свиток, что не узнав ока, не узнаем намерения. В Библии есть точный змей. Из множества таковых образов сплетается история, будто корзинка или коробочка, вмещающая снисхождение невместимого. Похоже на перлову мать, показывающая извне ничтожную жидкость, но внутри, как зеницу ока, соблюдающая дрожайшее сияние жемчужного шарика. Мать его соблюдает все слова сии в сердце своем. Ковчег завета окован всюду золотом. По наружности кажется что-то человеческое, но внутри жилище Духа Святого. Преславное говорилось в тебе, град Божий. Есть тело душевное и есть тело духовное. Золото же землеонное доброе. Мне кажется, Библия похожа на дом премилосердного и пребогатого господина, стоящий в пустынях на пути под видом гостиницы, даровой для путников. Сие он вздумал, дабы приблизить честь свою к подлости для некоторого с нее обращения. Господин из тайных своих горниц видел вольные поступки. Слышал разговоры всех, без разбора угощаемых. Избирал себе в дружбу из прохожих. Кто бы он ни был, если понравился. А после обыкновенной щедроты делал особливой милости своей вечными участниками. На лице гостиницы написано было «Все войдут, но не все будут. Все насытятся, но не все насладятся. Сия надпись иным чудна, множайшим казалась смешна. Если таков был Авраам, то и не дивно, что сделал историческим плетением воплощаемые Божьи премудрости. Прилично Богу образоваться дорогими камнями, но не меньше всего достойна благодарность Иова, целомудрия Иосифова, ревность Ильи, чистота Сусанны, кротость Давида, правда и вера Авраама. А как в розах, лилиях, нарциссах благовонность, подобратье одна, разная по вкусу, так сия разновидная сила Божия, таящаяся в избранных его наподобие золота и дорогих камней, довольно заслужила, дабы имена любезнейших человеков и вид и дела их, будто корзинками и кошельками были вседрожайшего существа вечного, царствовавшего, выдушевленной их плоти. И подлинно сила терпения, похожа на адамант, целомудренная чистота на прозрачную зелень Винсмарагда, вера и любовь Божия на огненный анфракс. И не напрасно Иезекииль говорит, что руки их исполнены отчей. Самые мелочные их действия, будто отломки зеркала, целое лицо Божие изображают, например, гнали даже до пределов, вора, гоняющий вслед колесниц его. Постигните остаток их, взойдет наипаче над градом, как столб дыма, взойдет с кончания града до небес, взял Авраам телку и разделил. Ударило Юди в шею его дважды. Простер Иисус руку свою с копьем на град. Самая их легонькая сень, будто маленькая крылышка, кроет под собой вечного. И точную правду сказал Иезекииль, что и си животные не имеют хребта. Хребет есть Божий. Одно только лицо их есть собственное, а за лицом следует останок и засада Божия. В целом всем Божьем граде. Иисус же и весь Израиль увидели, как взяли засады град, и как восходит дым града до небес. Новин 8 глава. Афанасий. Почему же они шестикрылые? Думаю, потому что в шестодневстве бытийском заключалась вся вещественного мира его, тленная природа. И когда суббота есть селение мира и света, тогда рабочие дни суть места мятежа и тьмы. Шестижды от бед избавить тебя, и его говорится. В седьмом же не коснется тебя зло. 5 глава. И как трудные дни завесуя суть, завесуя сладчайшего покоения, при благословенной субботы, так шестикрылая сих животных сень, тленным лицом закрыв, ведет за собой вечного. Положил тьму на тайну свою. Сесей стоит за стеной нашей. Благословил Бог день седьмой. Господь же благословил последнее Иова. Ниже хребтовых и была высота их. Иезекииль 1 глава. По высоте твоей умножил ты сунов человеческих. Размерь ковчег. Разберись с киньи и увидишь, что и там, и везде высота и широта нечеловеческая. Да возможно ты разуметь то, что широта и долгота, и глубина и высота. Ефесянам 3 глава. Ниже хребтов их была высота их. Афанасий. Мне кажется, нельзя быть приличной богообразной тени, как око. Зеница в оке есть центр кольца, и будто кольцо в кольце. Она есть источник света, а без нее везде все тьма. Вся дрожайшая речь достойна быть образом вышнего. Тут мне вспомнилось, что наш Ермолай часто сам себе поет оду. Свет блистания твоего во свете языков и зайдет, и возгласит бездна с весельем. Без сомнения тьма, а образов есть бездна. Яков. Конечно, циркуль есть начальная фигура, отец квадратов, треугольников и других бесчисленных. Но, однако ж, и самая окружность зависит от своего центра, предваряемая он им. И примечание достойное, что циркульный пункт – самая крошечная фигурка у Маленьи Маково-Зерна и Песчинки. Родители есть плотных и дебелых фигур, с их машинами огромными. И когда от столь маленькой, вида неимущей и почти ничтожной точки породились окорабли с городскими стенами, хоромами, мостами, башнями, пирамидами, колосами, лабиринтами, то для чего не могло из тайны бездны вечных недр своих породить все бесчисленное мирских машин число? Он и всякий пункт, предваряющий безначально невидимое начало центра своей везде окружности, нигде неимущая. И здесь непрерывным тварей рождением свидетельствующие о беззлетном своем пребывании. Премудрого очи его во главе его Соломона, очи же безумных на концах земли притчи. У ока есть природный циркуль, центр его зеница. Она просвещает ока, владыку всех дел. Что кола в колесе, что зеница в оке и что луч в солнце, то есть Бог в небесных и земных тьмах знамений. Как только из тьмы их блеснули его лучи, божества. Вдруг невидимая и неустроенная библейная земля, приняв на себя новый вид, просвещается. Когда Библия – маленький мир, тогда Бог есть солнце ее. Когда есть планета Земля, тогда Бог – центр ее. Когда же она человек, послан от него, Бог есть ей дух. Сердце – глава, ока – зеница. Язычники сверх стихий ничего не прозирали, посему образы иногда называются языками. Свет блистания твоего во свете языков и зайдет. Процвела пустыня языческая, как крылья. Афанасий. Чудным словом и дивным словом сотворена Библия. Яков. Один святой. Для единого – один сей стиль. Афанасий. А на что ж похож слов библейный? Скажи мне, не гнивайся, что она мне показывается басней, к тому же нехитрою. Яков. Я уже тебе сказал, что она похожа на великолепный господский дом, под видом гостиного дома утаенной. Афанасий. А кроме всего, на что похожа? Яков. Похожа на нехитрый домик, оставленный богатым отцом. Один только в наследие сыну. Но сын со временем догадался, что из сей домик есть громада бесценного сокровища. Стены его, неискусно обмазанные, состояли из неочищенных, рудокопных, золотых и серебряных кип. Над входом из неограненных алмазов варварская мозаическая надпись была сия. Сколько росны дома твои, Яков. Их водрузил Господь, и не человек. Афанасий. Скажи, еще на что схожа? Яков. Схожа на грубую, суеверную, древнюю варварскую статую, представляющую умершего за истину друга, но внутри преисполненную высокого рода маргаритом. Подпись такая. Сила в немощи, цена в нищете, в буйстве премудрость. Афанасий. Для меня такая древность приятна, а еще на что схожа. Яков. На рыбацкую сеть, множеством бесчисленных шариков, из дрожайших камней осажденную, цену свою утаивающих. Они по виду есть пустой водный сосуд, но по силе своей, цепь красоты сокровищ, похожа на золотородные горы каменную пещеру, ужасом дышащую пещеру. При светлой горнице, внутри себя скрывающуюся надписями гроб жизни, источник света, гора вышнего. Похоже на алтарь, посвященный сущим, окруженный вокруг плетнем, который сплетает непроходимой чаще густо насажденных древес, сладчайшие плоды во время свое приносящих. Над заключенными дверями написано «Не есть сие, но дом Божий». Афанасий «Рыбацкая сеть, божественная фигура, богословская сплетня. Я думаю, одно и то же, так ли?» Яков «Не знаю. Знаю только, что богословская сень не пустая сеть, если несет за собой шарик, величиной хоть как зерно горчичное». Афанасий «Что ж, раз оно такое великое?» Яков «Оно с собой ничто, но внутри великое утаивается. Присмотрися на смоковинное зернышко. Есть ли крошечнее его?» Подними же очи и взгляни на силу его умным оком, и увидишь и уверишься, что в нем целое дерево с плодами и листом закрылось. Но и бесчисленные миллионы смоковных садов тут же утаились. Для того хорошенько разжуй. Есть ли где в Библии начитаешь зерно, семена, колос, хлеба, яблоки, смоквы, виноград, плоды, чернуха, тмень, просы и прочие, и не напрасно уподоблено. Семя есть Слово Божие. Афанасий «Скажи мне, можно ли библейным стилем написать прочие книги? Мне кажется, можно фигурами небесных кругов и земных шаров изобразить, например, астрономию, дабы она на сих знаменитых знаках изволила ездить, будто на колеснице». Яков «Для чего ж нельзя, будто не одевают высокородное платье обезьян и будто не выседают рабы в господских каретах? Что до моего мнения надлежит, можно сесть сатани на престол Вышнего». Афанасий «Ты шутишь, разве астрономия не вечна?» Яков «Если астрономия вечна, тогда где будет сапожное ремесло? Вечно быть, значит, все места занять. Разве думаешь, что и в сапожном деле астрономия место имеет? Полно врать. Пора кушать по пословице». Афанасий «Ведь астрономия есть дух». Яков «И обоняние есть дух, если понюхать навозную кучу». Афанасий «Она не около куч упражняется». Яков «Планета и куча одно и то же, а твой нос видно, что не чувствует духа сих слов. В той день я скудеют девы добрые». Афанасий «Я всех твоих дев не знаю». Яков «Они не нюхают грязные кучи, но очищенные обонянием чувствуют предчистый дух, плененный им одним. Благовоние мира твоего течем, песть песней». Афанасий «А разве Исаак, сына своего, не обоняет? Все благовония сына моего, как благовония Нивы, исполнены. Человек немного разнится от грязной кучи». Яков «Куда ты очень памятлив и проворен в том, что одобряют враки твои, а в том, что может тебе очки по пословице вставить, ты глуп? Для чего ты в сих словах благовония Нивы, исполнены, уронил остаток, который благословил Господь? Веришь ли, какой дух обоняет Исаак и священные Нивы? Послал Бог дух сына своего в сердца ваши, в тлении, не тлении, во плоти дух Божий чувствует. Голос так же, голос Иакова, руки же, руки Исаава. Сей-то дух Божий есть благовонный мир, текущий вслед его девам. А сие значит родное идолопочтение, если отнять его от целомудренных жен и дочерей израильских, золотые серьги и кольца, а переделать он и на тельца Литова. Всякая стихия со всем своих мыслей потрохом есть раб, скот и кумир. И сказали сие боги твой, Израиль. Исход 32 глава. Доброзрачные жены сии и чистые дочери суть мать Исаака Ревека, Рахиль, Асхань, дочь Халева, дочь Ефая Галаадского, непознавшая мужа, вознесенного в всесожжение Господу, жена, сокрушившая жерновным уломком из израильской башни Тема Вимелеху, врагу сынов Гедеоновых, благословенная в женах Иаиль, супруга Хаверова, разбившая колом голову Сесария и пронзившая живот его. Анна, мать Самуилова, внешним движением уст своих, напьяную похожие, но изливающие перед Господом душу свою. А Вегея, супруга невкусного и гордого навала, почтившая Давида хлебом, вином, овощами, чистую мукою, корзиной гроздей и двумястами смоковных связок, Руфь и Сфирь, Сусана и Удивь, все сиженные девы с матерью Саревою, минув подлые стихийные кучи, идут в горние с отчанием. Благословена ты в женах. Сихта назнаменует Божий вопрос к Иову, уразумел ли ты время рождения коз, живущих на горах каменных? Сей суть юницы, голубицы, горлицы и вселюбезнейшие Господу рождением своим умилостивляющие его, о которых сам Авраам говорит, Владыка, Господи, почему уразумею? Говорит же к нему, возьми юницу трехлетнюю и козу трехлетнюю и барана трехлетнего и горлицу и голубя. И чуть ли не из всего числа воскресил одну Петр, она же отворила очи свои, очи твои голубиные, тавифа, значит серна, всей сии суть не своей, но Божьей славы приукрашенные служительницы, сероба Господня. Как же дрезнешь сих прекрасных невест Божьих лишить украшений своих, как смеешь отдать он и блудницам, угодницам идолов? И совлекла ризы вдовства своего, и облеклась в ризы веселья своего, и положила ожерелье, и цепи, и серьги, и все украшение свое, и было изменено лицо ее, и удивились красоте ее премного очень. Иудив 9 глава. Вся слава дочери царевой внутри. Израиль, похитив хорошее уязычников, посвящает Господу, а ты хочешь делать наоборот. Например, Гедеон из золотых серек и ожерелей, из золотых цепей, украшающих шеи верблюдов и из других красот, из плена побежденных врагов добытых, сделал одежду первосвященнику. Да даст мне всяк муж серьгу из плена своего и простер руку и вверг ту. Судей 8 глава. Так Иосиф завладел всей землей египетскую. Ее мудрецы наипаше писали фигурами, что все Израиль под именем Иосифа посвятил живому Богу, а все то Иосиф, то есть приложение, что прилагается сверх тленных образов, которые в виде египтян просят Иосифа дай семя, да посеем и живы будем и не умрем и земля не пустеет, дает им хлебы за скотовых плоть ничтожи. Мне кажется, что и самая славная египетская фигура сфинкс перенесена Израилем в посвящение Богу. Она мучила немогущих решить полезнейшего гадания, и князь израильский Ефай с воинством своих переколол всех мужей Ефремовых, немогущих решить фигуры колос Говорите колос и не сумели говорить так и взяли их и закололи судя 12 глава Афанасий А что значит слово сие колос Яков Думаю тоже что пшеничный колос Афанасий Я слышу колос но не слышу силы его Яков Думаю он из числа тех которые рвали и молотили и ели апостолы в субботу Афанасий Тех то я и не разумею апостолам чужое рвать не пристало своего не имели жать и молотить некогда а и строгать будто пеньку дурно да и кушать зерно сыруя скотам прилично конечно сей колос есть фигура Яков без сомнения он из числа семи колосов явившихся во сне фараону и семь колосов исходили из стебля единого избранные добрые Афанасий а я сих фараоновых пуще не понимаю если что смыслишь скажи не муч Яков бытийская седмица скажите мне что она есть если не из всемирных тварей громада грубых и невкусных болванов но когда присмотреться и вникнуть внутрь тогда можно увидеть что всей жесткой и отощалой седмицы скрывается седмица инородная гораздо слаще сытнее и питательнее наружной а составляет себе одну седмицу и был вечер и было утро день один будто наличная седмица колос а тайное зерно или один пустой а другой внутри полный семь дней и семь колосов повторил же сон фараону дважды однако ж сон фараонов один есть и был вечер и было утро день один слово Божье является одинаковое но слышится двойное что Бог творит показал фараону лицо одно но две породы пустая и Божия явная и тайная образующая и образуемая и пожрали семь колоссов тонких и истонченных ветром семь колоссов избранных и полных так как киты ону однако ж и тьма его обнимет Афанасий куда ты нелипую дичину наврал Яков ночь ни светла не будет в тебе раскуси только хорошенько разве то для тебя трудным и жестоким кажется что в седмице свет а в колоссе хлеб но сердце тогда насыщается когда просвещается взгляни на Давидову речь отразился на нас увидим там же вместе свет и пшеницу и жизнь была светом человеку Иван Глитана первая глава рассуждай сие взал чуть на ветер когда вечер с ночью голодный тогда утро со светом сытное исполнись завтра насыщусь когда разумею де сон сей до ночи же и видел и сесвечник золотой весь но что значит внутренне ему ангел толкует сие слово господне светильник ногам моим закон твой а семь светильники наведайся в книге исход 25 глава сколь сколь же велико сходство равнословие и пропорции семь вечерей с утрами семь колоссов с колоссами семь свечных ветвей со светильцами в вечерах утра день око шар солнце в пустых колоссах колоссы полные зерном светильника ветвях от одного стебля происшедших кружочки с чашечками полушариками наполненными елеем и просвещающим и насыщающим теперь о всем свечнике скажу захариным ангелам семь сих очи господней суть презирающей на всю землю так семь же и света просвещающих вселенную и семь хлебов просвещающих пять тысяч сие слово господне афанасий так разве же бога только семь очей яков врешь не семь но одна вечность семь дней заключили в себе всю тварь а сверх всей седмицы блистает слава вечного как одно лицо в семи зеркалах и одно солнце в семи днях и один огонь в семи свечах и одно зерно в семи добрых колоссах и одна печать в семи сургучах презирающей на землю то есть открывающейся сверх всей тлени и свет во тьме светится если ты уже приметил что ветви светильника и добрые колоссы происходят от одного стебля чего в простых колоссах никогда не бывает не забудь что и блеск светлой седмицы молниевидно исходит от одной пустой плоти всяко плоть трава вот тебе стебли все означает захария тенью двух маслин правой и левой приясняющих свечник не в силе вещей не в крепости но в духе моем говорит господь содержитель глава 4 сиест от левых людей и не насытится Исаия пошлю голод на землю то же что взалчут на вечер повторился же сон фараона дважды как истинно будет слово которое от бога бытие глава 41 рожуй от бога а прочее сон тень если ж тебе все сия нелепостью кажется так послушай самого Иосифа семь колоссов добрых семь лет есть Афанасий так на что жалгать семь лет а не семь дней Яков а тут-то твой видно закоулок не скроешься у бога день как тысячи лет итак мне кажется говорите колосс значит раскусите слово божие да не умрете Я есть хлеб животный жестоко есть слово сие имеющие уши слышать если же не послушаете втайне восплачется душа ваша разве думаешь не одно то неведение ночь сон голод меч мучения смерть ад кто нас разлучит от любви божией тут и заключается бедность тление расточение утеснение пожалуйста взгляни на начало глава пятнадцатой еремии ты оставил меня говорит господь и прострю руку мою на тебя и убью тебя и взял их и заколол судей двенадцатая глава всей сележит нападение теперь обратив речи к намеренной точке сказывая вам что не только землю с ее плодами рождениями но все небесные земные фигуры домашние древним и наипаче в Египте любомудрцам отняв от значения таинств их перенес израиль посвящение господу и ты и и снял фараон перстень с руки своей возложил его на руку Иосифову и облег его в ризу червлену и возложил гривну золотую на шею его и посадил его на колесницу свою вторую зашел ты на высоту принял ты даяние и отворив сокровища свои принесли ему дары золотый ливан и смирну цари аравстий и сава дары приведут Афанасий не похищаю а спрашиваю можно ли например арифметику геометрию или яков потеряли цену свою пророки языческие тогда когда пролеченные о всеобщем о безвременном о безместном обратив к частному местному и временному перенесли оное на князей на слонов человеческих сей есть всеобщий источник идолослужения тлен повсюду в лес на колесницу божию сами свой прах вознесли на высоту господню сильный колесница хаси на конях посади если хочешь служанку стихии твою астрономию вознеси на колесницу вечного колесница божия тьмой тьмы афанасий что есть вечность яков то что истина афанасий что есть истина яков то что причистая нетленная единая афанасий не можно ли несколько рассказать яснее яков то что везде всегда все во всем есть афанасий отрежь как можно проще яков то что везде и нигде афанасий фу ты сам толком пущем не очи помрачил яков иначе от тебя не отделаться афанасий ну для чего бог изображается образами яков а ты для чего твои мысли изображаешь фигурами букв или ударением воздуха афанасий для того что мысли мы не видны яков а бог во сто тысяч раз сокровение твоих мыслей нежели твоя воздушная мысль в наружном твоем болване афанасий хорошо скажи мне кто сие божественные узы сплетает яков те что разрешают афанасий разрешают кто яков те что связуют афанасий а я ни сих ни тех не знаю яков разве ты никогда не слыхал о веселе или его товарищах украсивших разными художествами храм господень пробеги исход глава 31 37 сей первый художник скинии посребрил и позолотил столпы вылил золотые кольца золотые петли золотые крючки пуговицы колокольчики на свече ничьей одежде серебряные куполки скинии медные у двери головки и прочее и прочее афанасий видно что веселил был крючкотворец яков а гидеоном составленную ризу уже ты позабыл она конечно тоже что веселила флагион то есть слово божие вспомни какое число всех приношений господу от снов израилевых и воскликни сварухам о израиль сколь велик дом божий и пространно место селения его велико и не имеет конца высоко и безмерно глава 3 сессии приносы сутью злы слава божию внутри утаивающие да возьмешь от начатка плодов земли твоей которые господь бог дает тебе в жребий и вложишь в кошницу и пойдешь на место которое изобретет господь бог твой призывать имя его там и ныне все принес начатки от плодов земли которые дал мне ты второзаконие 26 глава взяла мать его ковчежец ситовый и помазала и клеем и смолой и вложила отрока в него и положила его в лучицы при реке исход но исаак связанный иосиф в узах моисей в коробочке самсон в веревках даниил в рву и ремия в колодце в колоде петр в темнице павел в кошнице верю что они не для всех кажутся узлами развяжите его оставьте идти евангелие т.н. 90 глава изведи из темницы душу мою от бездны земли возвел меня ты о всех сих несмышленных детях еврейских держащих в руках своих ветви того финника как финик возвысился на берегах да тут же и о самом себе павел мы буйные христа ради сии узлы будто змеи вьются и переплетаются между собою нечаянно там являя голову где был недавно хвост и напротив и как две природы главная и низшая вечная и тленная все составляют так и два образа составляющие символ по всему священному полю являются часто переменяют место своей тьмы на землю веселящегося света и напротив например золото он и земли доброе золото обозначает вечную земля тленную природу вспомним третий день бытийным и увидим что сей хвост недавно был головою там море есть место тлени а суша земля плодонаприносящее божье обетование на месте злачном там и вселил меня погрязли как олова в воде обильной исход и